А только что сыгранным безымянным чиновникам из Гоголевской шинели напоминает разве что сюртук, оставленный на столе. За время антракта актер Юрий Сазонов успевает перевоплотиться в акушерку из чеховского водовиля «Свадьба» до неузнаваемости. Ну я пошла. Если все-таки принимать утверждение о том, что вся русская литература вышла из Гоголевской шинели за аксиому, то тогда продолжение нового спектакля по одноименному произведению Николая Васильевича выглядит вполне логичным. Так, трагедия маленького человека Акаки Акакиевича вовсе не умирает с ее обладателем, а напротив, трансформируется уже в душевные переживания чеховского свадебного генерала. Так по задумке режиссера Бориса Морозова и должна раскрыться тема маленького человека. При этом такой необычный коктейль из классики, построен по принципу смешивать, но не взбалтывать. Первую часть, собственно, «Шинель» автор создал еще два года назад и в новой версии оставил без изменений. Она выдержана в строгом, почти готическом стиле, а вот вторую напомнил гротеском. Я в свое время у Вахтангова прочел где-то в его дневниках такую мысль, что он писал, а хорошо бы совместить свадьбу Чехова с пиром во время чумы Пушкина. И что-то вот как-то так вдруг это меня по-другому, ну что ли, позволило и поманило посмотреть на свадьбу. При этом соединяются равноценные истории Гоголя и Чехова на сцене лишь с акраментальной фразой «Зачем вы меня обижаете?», которой задаются сразу два героя. Несчастный Акакий Акакевич в первом акте. «Зачем вы меня обижаете?» И поруганный, оскорбленный генерал Федор Ревунов-Караулов во втором. Нужен второй акт был. Мне Александр Качбилинский предлагал нос, тоже Гоголя. Хорошая инсценировка. А Борис Фаначев сказал годовая свадьба. Генерал там, значит, тоже как бы, ну, та же тема. И хотя воспринимать такой букет юмора и фарса можно по-разному, определенный плюс такой постановки очевиден. Опоздавший на первое отделение спектакля всегда сможет понять, что происходит во втором. Евгения Плескова и Сергей Романов, телеканал «Звезда», Москва.